Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет, вся Ульяновская область! Ну что, мы просыпаемся сегодня также вместе с вами. С вами утро с репортером на канале ХОТР и Репортер 73. И в студии для вас работаем сегодня мы. Екатерина Музыряк. Андрей Сафронов. Друзья, у нас сегодня 7 число, 7 сентября. День рассказывания истории о летних путешествиях. Катя, вот тебе удалось совершить в этом году путешествие какое-нибудь? Летнее, я имею в виду. Летнее нет. У меня надвигается осеннее путешествие. Плавное, да? Да, поэтому летних, к сожалению, путешествий нет. Ну ничего. А у тебя? Ну ничего. Отпуск. У меня тоже самое. По району. Ну тоже неплохо. В черте города. Ну да, будем ждать следующего лета теперь. Кстати, в нашей студии всегда лето. Всегда лето, я бы даже сказал, благодаря партнеру программы. Салону, цветы, штучки. Ну что ж, пора начинать. Пора, поехали. Утро с репортером, это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах Репортер 73 и ОТР. Популярный десерт как способ снизить риск развития рака. Исследователи из Ланкастерского университета предполагают, что одной из причин развития рака молочной железы является воспаление, которое провоцируется вредными бактериями. Снизить негативное влияние последних можно при регулярном употреблении натуральных йогуртов. Это простое и недорогое профилактическое средство для женщин, заявили ученые. Они пояснили, что в йогурте присутствуют полезные ферментирующие лактозу бактерии, которые схожи с микроорганизмами, встречающимися в молочных железах у женщин во время грудного вскармливания. Эфир продолжит рубрика ЗОЖ. Доброе утро, с вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской йоги. Я очень люблю на практике йоги использовать маленькие детали, мелкие, незаметные, из которых затем складываются сложные механизмы. И такими деталями является восприятие цветом человека. Очень важно то, какая обстановка вокруг нас. Даже важен цвет стен студии, где вы занимаетесь йогой, или одежда, которая на вас одета, или цвет пищи, которую вы потребляете. Существует целая система цветотерапии. Еще в 40-х годах было доказано положительное влияние цвета и света на здоровье человека, на решение каких-то профилактических проблем, даже устранение некоторых заболеваний. Обратите внимание, летом нас окружает благотворный зеленый цвет. Да, мы успокаиваемся, находясь на природе, где много деревьев, травы. Он действительно, спектр зелени, зеленого цвета, очень благостно влияет на состояние эмоциональное и на наше здоровье. Поэтому я хочу сейчас совместить приятное с полезным и показать вам небольшой комплекс, который будет раскрывать ваш грудной отдел. Потому что цвет зелени это еще цвет нашего сердечного центра. То есть вы будете делать вместе со мной, видеть зелень и благотворно воздействовать на всю сердечно-сосудистую систему. Итак, вы можете оставаться в положении сидя, либо стоя, даже сидя на стуле. Главное, чтобы ваш позвоночник был вытянут. Небольшой комплекс, который, кроме воздействия на ваше сердце, раскрытие грудного отдела, очень благотворно будет влиять на весь верхний плечевой пояс и убирать проблемы остеохондроза в шейного отдела позвоночника. Итак, ручки мы складываем, как это говорится, на мастер, соединяем ладошки на уровне груди. И нажимаем на ладошки, сильно-сильно сопротивляясь, хотим сдвинуть в одну либо в другую сторону. Почувствуйте, как у вас работают плечи, грудные мышцы. В это время мы дышим очень спокойно, дышим животом. Затем скрещиваем пальчики, вытягиваем ручки вверх. Это выдох. На вдохе идем вверх и убираем ручки за голову. Здесь очень важно опустить плечи и соединять максимально сзади лопаточки, пытаясь раскрывать грудной отдел. Здесь мы тоже дышим несколько дыханий, спокойных, медленных. И после этого вытягиваем позвоночник и словно стремимся дотянуть ладошками до противоположной стены. И возвращаемся в исходное положение. Этот комплекс мы проделываем несколько раз, от трех до четырех. Замечайте больше зелени вокруг вас, находитесь больше на природе. Я вам желаю хорошего дня! Ульяновск примет гостей. Ростуризм поддержит проект «Великий Волжский путь». Ростуризм. Регионы Приволжского федерального округа и федеральный туроператор подписали соглашение о развитии проекта «Великий Волжский путь». Да, туроператор включил в линейку своих предложений шесть маршрутов под единым брендом «Великий Волжский путь». Ульяновская область представлена здесь в составе маршрута от Ульяновска до Самары. Продолжительностью 2-3 дня этот тур будет реализовываться. Он будет круглосуточно. Туристы познакомятся с интерактивной программой «Честное купеческое» и посетят музей «Симбирское купечество». Специально для гостей проведут экскурсию в дом музея Ленина и театрализованную автобусно-пешеходную экскурсию с посещением Венца, площади Ленина. Осмотрим памятника основателю Симбирско-Ульяновска Богдану Хитрово, сквера Гончарова и памятника Карамзину. Великий Волжский путь – это межрегиональный туристский маршрут, разработанный в 2015 году и объединяющий серию межрегиональных маршрутов по 14 объектам Приволжского федерального округа. Маршрут является частью северной дороги Великого Шелкового пути и объединяет 6 национальностей. 5 городов-миллионников, 7 международных аэропортов, 3 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и 5 курортов федерального значения. Великий Волжский путь призван открыть российским и иностранным туристам культурные и природные достопримечательности, а также этнические традиции кухни регионов по Волжье. О главном далее в эфире. Самое знаковое место. Ульяновцы отдают свой голос за установку стелы «Город трудовой доблести» в той или иной локации. Они заранее определены, нужно лишь выбрать из предложенных. Всего таких мест 4 и в пользу каждого из них весомые аргументы. На огневой рубеж и оттуда с горящими болью ранами железная дорога в годы войны стала артерией, связавшей тыл и фронт. Уходили эшелоны с бойцами, отправлялись боеприпасы. В госпитале прибывали санитарные поезда. Одним из возможных мест установки будущей стелы «Город трудовой доблести» выбран центральный вокзал Ульяновска. Не старый, а действующий, своеобразный эстафета поколений. Считаю, что это самое лучшее место. Во-первых, вся продукция с нашего региона уходила на фронт откуда? По железной дороге. Во-вторых, самое место, куда приезжает множество гостей нашего города и нашего региона, тоже железнодорожный вокзал. Потому что был еще один вариант, думали о аэропорт, но о аэропорт сказали невозможно. Поэтому я считаю, что центральный железнодорожный вокзал, непосредственно наш Ульяновск, он самое достойное место для установки этого элемента. Тыловому подвигу наших земляков в региональной столице памятных мест посвящено немало. У каждого предприятия, обеспечивающего фронт необходимым, есть своя история, свой монумент, свой музей. Есть целый комплекс в Парке Победы. Фронт и тыл здесь неразлучны, как и было в годы Великой Отечественной. Я считаю, что Парк Победы – это лучшее место. Он всегда людин. Там рядом с ним растет два больших микрорайона и перестраивается частный сектор, там тоже строятся сейчас многоэтажки. Он был и будет центром притяжения, к тому же он, несомненно, связан с Великой Отечественной войной, с подвигом. Там есть что посмотреть, есть как провести время, и стела там будет более чем уместна. Трудовой заволжье – район промышленный, градообразующие предприятия, патронный завод имени Володарского. Самое обороноспособное тыловое предприятие во все времена. Пять миллиардов патронов ушло отсюда на фронт Великой Отечественной. Дети и взрослые наравне стояли у станков дни, ночи, от звонка до звонка, бесконечные 12-часовые смены. Выстояли, выковали победу, поддержали огнем победоносную Красную Армию. Я думаю, я, моя семья и мой коллектив выберут, чтобы стела стояла около, как раньше назывался, завода имени Володарского. Потому что в годы войны мы знаем, что наши родственники, близкие работали на этом заводе. Это они, участники победы. Год окончания войны был годом, когда я иду на следующий год в первый класс. И тот, те трудности, тот, те желания победы, то, что мы маленькие, но крошечные, уже после войны собирали эти колоски, работали и старались. Потому что тогда каждый ребенок ощущал значимость каждого колоска, зернышка, патрона. Вот именно победу войны и послевоенные годы. Самые патриотичные машины во все времена. Засвияжский район вырос в годы, когда эвакуированный московский ЗИС укоренился на Ульяновской земле. До 30 грузовиков в сутки начальный этап работы предприятия. В последующие годы новые модели техники, необходимые фронту и тылу. Засвияжцы справедливо считают, что разместить у себя стелу города трудовой доблести достойны именно они. Голосовал за ДК УАЗ из-за того, что я житель Засвияжского района в первую очередь. Во-вторых, Засвияжский район самый крупный район Ульяновский, где проживает всех больше населения. Самый рабочий район, где находятся основные предприятия города Ульяновска. Из-за чего ДК УАЗ? Из-за того, что это есть исторический центр города Ульяновска. Есть культурный, который постепенно смещается в сторону Засвияжского района. Это все видят. Засвияжский район расстраивается. И по сравнению с другими, я думаю, оптимальный вариант делается на ДК УАЗ. За Волжье, Засвияжье, Железнодорожные и Ленинские районы голосуют. Своё мнение может высказать каждый ульяновец. Отметить достойнейший вариант. Ну что ж, мы продолжаем. И здесь вопрос к тебе, Катя. Ты когда-нибудь пользовалась услугой сервисов объявлений? Это вот когда можно, например, продать свою вещь, которая тебе уже не нужна, а кто-то мечтает о ней. Конечно. Регулярно пользуюсь, потому что я сторонник того, чтобы вещи работали. И если она тебе не нужна, то она на самом деле нужна кому-то. Это что-то вроде круговорота вещей в природе. Ну хорошо. Так вот теперь продавцов одного из популярных сервисов объявлений могут заставить платить налог. Представляешь? Да, продажа бывших в употреблении вещей одним человеком к другому должна облагаться теперь налогом на общих основаниях в 13%. О таком вот решении заявили в Министерстве финансов России. Согласно расчетам специалистов, сумма сбора налогов с продажи БО вещей должна составить более 80 миллиардов рублей в год. При этом в Минфине отвечают, что в настоящее время закон не возлагает на электронные платформы и соцсети функции налоговых агентов. Однако обязанности по уплате должна быть на продавце товара. Соответствующую инициативу в настоящее время поддержали в Федеральной налоговой службе, поскольку физические лица обязаны платить подоходный налог при продаже имущества. По мнению экспертов, если государство попытается собрать налог при продаже БО товаров, это может обернуться бегством с онлайн-платформ. А мы передаем слово нашему коллеге Олегу Сайгушеву. Рубрика «Финликбез» далее в эфире. Доброе утро, дорогие друзья! С вами рубрика «Финансовый ликбез» и я, финансовый эксперт Сайгушев Олег. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в наше неспокойное время в экономическом плане сохранить ваше накопление. Три ключевых момента мы сейчас разберем. Первое. В принципе, в любые времена, но особенно во времена экономических и финансовых потрясений, важно соблюдать структуру ваших накоплений. Если мы говорим про самые, так сказать, быстро в любой момент доступные деньги, которые покрывают как минимум один либо два месяца ваших ежемесячных расходов, их целесообразнее всего хранить либо в наличности в каком-то виде у себя дома, либо, ну, как минимум, на накопительных счетах, которые вам еще дадут дополнительный прирост ваших денежных средств. Ну, средняя ставка по таким историям банковским – это примерно 4-5% годовых. Немного, но лучше, чем совсем ничего. Когда мы храним денежные средства в наличности, как мы понимаем, у нас не перерастает ничего. Второй слой пирога из общих сумм активов наших – это средства, которые могут покрыть 2-6 месяцев ваших ежемесячных расходов, которые, ну, так, хранятся на так называемый «черный день». Лучше всего хранить в надежных, безрисковых инструментах, таких как депозиты в надежных крупных банках, либо облигации, то есть те же самые долговые ценные бумаги, надежных имитентов, крупных имитентов. В них изменение цены будет незначительным, а доходность будет все-таки чуть больше, чем в банковских депозитах. И уже более долгосрочное накопление, минимальный срок таких накоплений можно рассматривать не менее 6 месяцев. Только такие длинные горизонты инвестирования можно направлять уже в более рискованные инструменты, более доходные, естественно. Такие, как, например, ну, просто более доступные они, чем вложение в бизнес или там вложение в недвижимость, это вложение в акции крупных компаний. Даже в неспокойные времена, после определенных просадок, они, ну, через год, через два могут показать серьезный, существенный прирост, платить хорошие дивиденды, то есть проценты от прибыли. В результате это даст вам дополнительную доходность к вашему общему инвестиционному портфелю. Ну и, естественно, особо остро стоит времена вопрос выбора надежного партнера именно во времена экономических потрясений, финансовых кризисов. Дело в том, что даже такие крупные, серьезные компании, мы знаем по опыту 2008 года, компании финансовые, инвестиционные, такие как Лемон Бразерс, вот во времена кризиса они просто не удержались на плаву и стали банкротами. Никто не может вам гарантировать, что даже какой-то крупный, известный, давно работающий на рынке банк, российский, например, да, тоже может уйти в какое-то время с рынка и стать банкротом. Соответственно, ваши денежные средства могут оказаться под риском. Именно поэтому правильнее всего, ну, спокойнее всего выбирать в этой сфере именно системно значимые кредитные организации. Перечень их есть на сайте Центрального банка, он регулярно обновляется. Для вас это будет просто дополнительным, так сказать, критерием надежности. Ну и если говорить про вложение в ценные бумаги, учитывая специфику, бизнес-модель работы, есть банки, которые имеют брокерскую лицензию, также могут предоставлять такой доступ к торговой площадке. Но все-таки более надежно выбирать именно брокера с отдельно выделенной брокерской лицензией, просто потому что по закону о рынке ценных бумаг он не имеет права распоряжаться денежными средствами своих клиентов, в отличие от банков. Даже, ну, уже во втором пункте говорил, надежный банк может уйти с рынка. С брокером с отдельной лицензией брокерской вероятность такого исхода все-таки меньше. И в идеале, чтобы этот брокер принадлежал группе банков, которые, опять же, находятся вот в этом перечне. Выполняя, придерживаясь этих несложных критериев подбора и структурирования ваших активов, вы с большей долей вероятности и сохраните, и приумножите ваше накопление. Дружите с финансами, живите в достатке. С вами был финансовый эксперт Олег Сайгушев. До новых встреч. Картину дня дополнит региональной новости. В эфире информационная программа «Реальность». ЗОЖ ковидом не возьмешь ни громкий лозунг, а проверено на себе. Даже в затяжной период самоизоляции представители самой уязвимой категории 65+, и неизменные участники творческого коллектива «В кругу друзей» пели и плясали по телефону, зуму и скайпу. Долгожданное послабление карантинных мер для веселых дам что-то вроде хрущевской оттепели. Первая репетиция на свежем воздухе и сразу же ощутимый творческий посыл. Скучали, наверное, не знаю как? Ну да, уже скучаем и по сцене. И желательно, конечно, девчат хотят где-то выступать. Вот у них такие пожелания. Пожалуйста, если есть возможность, может, наш администратор, руководство услышит. Мы хотели бы где-то поесть, показать вот все таланты. Таланты, да. Это очень нужно. Вот для души, для сердца, для жизни. Жить веселее, лучше. Радуешься всему. Всему радуешься. Разудалый коллектив обосновался на базе клуба «Володарец». Последний открылся два года назад, благодаря активной политике местного одноименного ТОСа. За короткий срок количество занимающихся увеличилось с 15 до 127 человек. А заявления все поступают. Здесь не только творчество, но и спорт для мудрого возраста и совсем еще юного. Но в период пандемии солидную досуговую программу поставили на стоп. Так что сейчас все начинается заново. По вольной борьбе ребята занимаются, то есть ребятишки, которые вот настолько спортом больны, что им вот, ну не могут они дома сидеть, вот такие вот зажигалочки маленькие бегают, бегают. И вот просится, и вот мы с небольшим таким послаблением даем разрешение заниматься около клуба на открытом пространстве. Все строго по оговоренным региональным указам правилам. Занятие исключительно на свежем воздухе, а внутри индивидуальные средства защиты, регулярная уборка и приобретенная техника для дезинфекции. Вот только тесновато. А поговорка в тесноте да не в обиде в эпоху коронавируса явно изжила себя. К нам приезжают из нового города, из верхней, из центра. Хотелось бы, конечно, побольше помещения. Вот так вот. Мы хотим всех радовать и дарить любовь. Частичное послабление действует в регионе до 25 сентября. Масочно-перчаточный режим в обязательном порядке сохраняется в местах массового скопления. В торговых точках и общественном транспорте. Главное правило для всех и сейчас, и на будущее. При первых же признаках нездоровья оставаться дома и не заниматься самолечением. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Салютом из струй воды питерских львят в Ульяновске пропускают через водяную арку. Зрелищный ритуал в честь первой тройки трамваев, доставленных с Невского завода. Самый молодой трамвай Засвияжского депо 90-го года выпуска. Но на линию до сих пор выходят трамваи, так скажем, пенсионеры 70-х годов. Сегодня они готовятся уйти на заслуженный отдых. На их место выйдут молодые питерские львята. Они уже бегают по улицам Улан-Удэ и Перми. В Ульяновский трамвай львята поедут по 22 маршруту в ближайшую пару недель. 22 маршрут у нас самый востребованный маршрут по городу Ульяновск. У нас порядка 27-30% пассажиров ездят только на 22 маршруте. Следующая партия трамваев будет направлена на 4 и 6 маршрут. То есть постепенно, кроме того, вчера губернатор заявил, что в следующем году мы еще получим 41 трамвай. Начинаем! Ну что такое торжественное, немножечко волнительное событие. Надо распаковать нового львенка. Мне кажется, это непросто. Я не должна его поцарапать. Вот, отлично, хорошо идет. Просторный салон, 34 места для сидения, климат-контроль, эргономичный интерьер, а еще электронное информационное табло, маршрутные указатели. Современные трамваи оснащены и системой ГЛОНАСС. В трамвае установлена система диагностики, то есть обслуживающий персонал очень удобно будет обслуживать. Подойдя к трамваю, подключив электронную аппаратуру, уже механики будут видеть, что какая где неисправность появилась и какой вид технического обслуживания необходимо применить. Низкопольный, поэтому посадка в трамвай очень удобная. Кстати, здесь мягкие сидения и до сих пор еще пахнет конвейером. И для любителей гаджетов вы никогда с ним не расстанетесь. Если вдруг сел телефон, то можно подзарядить. Здесь больше электроники. А сложности, я думаю, здесь нет. В управлении проще. Ну, как-то переучиваться нужно? Конечно, будет стажировка. В сентябре в Ульяновск придут еще 10 новых односекционных трамваев 71-911 ЕМ «Львенок». Всего до конца года подвижной состав пополнится 29 новыми вагонами. Екатерина Терещенкова, Константин Никитин, репортер 73. На улице сегодня всего 15 градусов тепла. И довольно прохладно. Но недалеко от домов 45 и 47 по улице Шолмова, сегодня, в отличие от остального города, по-настоящему жарко. Люди собрались, чтобы выразить недовольство по поводу осушения ставшего им родным пруда. Любимый местными жителями водоем появился больше 20 лет назад на участке незавершенной стройки. Сегодня это место притягивает целые семьи с детьми. Покормить удочек, посмотреть на андатор, поговаривать туда же была замечена цапля. Поскольку грунтовые воды здесь близко к поверхности строительства, это было прокрещено, и решили не трогать. Образовалась, естественно, экосистема. То есть природа, в общем-то, сама, как говорится, рану-то золотала. Образовалось озеро, фактически естественный водоем. Так в чем, собственно, сыр-бор? Путина истории, как и судьба других обитателей пруда в опасности, водительные жители за пару дней до схода заприметили подозрительный трактор, проводящий какие-то работы, изменяющие очертания береговой линии. Засыпались места обитания диких животных, на вопросы водитель не отвечал и наотрез отказался предоставлять какую-либо документацию. К нашему большому счастью в этом году мы вошли в национальный проект «Демография», который предусматривает развитие инфраструктуры образования, как дошкольного, так и общего. Мы вошли в программу проектом строительства детского сада на 280 мест на всеми нам хорошо известном земельном участке. Местные жители к единому мнению прийти не могут. Одни уверены, садик это хорошо, но пруд уничтожать все равно нельзя. Другие, напротив, считают, что это, по сути, болото только мешает. И развивать инфраструктуру нужно в первую очередь. А тут садик хотят построить или тут нет? Садик. Тут на садик территорию защищают? Да, естественно, на садик. Паспорт висел. Кто-то из жителей его сорвал просто-напросто. У вас наверняка есть вопрос. То есть вы за стройку? Ну, конечно, за стройку. Местная администрация про Машку признала, извинилась. По-хорошему, нужно было изначально оповестить жителей, провести опрос по поводу стройки. Спешка вызвана всего лишь желанием попасть в федеральную программу на получение денег для строительства. А любимый водоем и дальше будет радовать глаз. Никто пруд с замечательными утками, куда приходят сюда дети, куда жительство приходит, трогать не будет однозначно. Это я вам заявляю. Раз. По схеме, по плакату понятно, что небольшой участок там, в принципе, чуть-чуть он берется оттуда. Пруд сохранится. А вот, собственно, и виновник сегодняшней сходки. Глубокий ров, идущий прямиком от пруда и впадающий в свиягу. Осталось чуть-чуть подкопать, и весь водоем утечет в реку вместе со всеми его обитателями. Как итог, принято решение со стройкой пока повременить. Подождать ответы экологов и прокуратура о законности подобных работ. В идеале же на месте появится современный детский сад с видом на пруд, где по-прежнему плавают утки. Павел Петриков, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Вообще, вот видите, тут просто закрыли, да? Смотрите, что это тут все. Видите, бомжи, наверное, так не живут. В 2017 году пожар уничтожил дом на улице Крымова, в котором жили Алла Петровна и ее сын. То жилье, маневренный фонд, где семья вынуждена обитать сегодня, было, по словам Павловы, лучшим вариантом из предложенных. Искали плюсы в центре развитой инфраструктуры, транспорт, зимой хорошее отопление. На этом достоинства дома закончились. Как бы тут вот был газ, потом я его не смогу утащить. Он, у меня сын тоже заболел, он его тем более не дотащит. Просить кого-то это, знаете, как. Его сейчас что-то нашли, вот это вот электрическое, да? Вот одна горелка только работает на нас всех. И все. Горячей воды нет, электричеством пользоваться страшно. Особенно в дождь, когда с потолков вода сочится прямо на провода. Администрация предложила обитателям дома сделать ремонт. За свой счет, никакой последующей компенсации при этом якобы не упоминалось. Привыкнуть к таким условиям оказалось невозможно, но этого и не требовалось изначально. Ведь 3 августа этого года семью должны были переселить из маневренного фонда. Прошел почти месяц, семья все еще здесь. И как по классике жанра, беда не приходит одна. Ведь буквально несколько дней назад, прямо посреди ночи, на голову спящим людям, с высоты буквально нескольких метров упал потолок. Вот они мне предложили два варианта, 13-го числа прислали письмо. И в один вариант я сходила, там вообще мрак. А другой вариант, они говорят, нет ключей, нет ключей, нет ключей. Я говорю, ну нам как бы побыстрее хотя бы. Нет ключей пока, мы вам позвоним. Город квартирами небогат, этого и не скрывают. В маневренный фонд обычно уходит самое изветшалое. Предполагается, что обитатели в нем не задержатся. Тем не менее, элементарным правилам безопасности соответствовать должно и такое жилье. В случае, если маневренный фонд не соответствует техническим и санитарным требованиям, в данном случае у нас произошла в этом году протечка крыши на Ленина, 19, гражданам будут предложены иные варианты маневренного фонда до окончательного решения их вопроса. Сгоревший дом на Крымова, где ранее проживали Павловы, признан аварийным и подлежащим сносу. До этого времени семье придется обживать маневренный фонд и дальше. Адрес сменится, не забрать бы с собой проблемы с санитарией и разрушающимся зданием. Маневренный фонд в Ульяновске – проблема из наболевших. Сколько еще придется скитаться по казенным помещениям – тоже пока вопрос открытый. Маневр затягивается и в очередной раз. Все решается адресно, а не в строгом соответствии с алгоритмом, прописанным в кодексе. Вера Мещерякова, Валерий Клочков, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Алексей Куриный снимает дорожный знак в Ульяновске, разрешая парковку своим сторонникам возле мемориального комплекса, где депутат Госдумы проводил десятидневное мероприятие. Алексею Куриному остановка запрещена. Плакаты в руках димитровградцев намекают – не этого ждут люди от народных избранников. Молодежь города-атомщиков, как в песне, не имеет родного угла. Вопросы, которые по силам решить местным парламентариям, не решаются. А поскольку большинство местных думцев смотрит на Куриного с пиететом, молодежный актив намекает высокому гостю – не работаете. Перечались и с Герышем, и с Людмилем Петровной. Целый год обещают здание. Молодежному совету негде собираться, молодежным объединениям негде собираться. Свои претензии многодетных. Землю крестьянам раздали – дайте многодетным. Город-атомщиков не может выполнить положенное по закону. Или не хочет – волей муниципальных депутатов. Вопрос товарищу областного уровня. Товарищи младенцы, когда будет гарантийное письмо, что все многодетные семьи получат участие? Вы до какого степени будете тянуть? Когда будет гарантийное письмо? Мы же отвечаем. Вина на ком угодно, только не на нас. Краткая выжимка ответов гостей. А дальше приготовьтесь. Знаете, что вы все виновны? Все без исключения. Почему? Все просто. Субсидии и зарплаты получаете? Товарищ получает субсидии из областного бюджета. Вы получаете заработную плату. Я заработную плату получаю? Почему вы врете? Вот кому действительно брать за это? Конфликт накалился, но разрешился относительно мирно. Стороны прекрасно осознают, кто что из себя представляет. В словесном споре победителей не оказалось. Люди устали от разговоров и перебранок и ждут реальных дел. А ну-ка, молодежь, снимайся вон там, чтобы человека нам не тронули. А тронули, мы не раздеть больше. Уходи! 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 Под звуки колоколов 3 сентября Ульяновск встретил нового руководителя митрополии владыку Лонгина. Не успев отдохнуть после дороги, архиерей сразу принялся за работу. Высокопресвященнейшем митрополите Лонгине, честенем пресвитерстве, во Христе Диаконстве, во всем причстенье люди, Господу помолимся. Митрополит Лонгин 17 лет руководил духовенством Саратовской области, которое тепло отзывается о владыке, несмотря на некоторые спорные моменты, как незакрытие храмов в разгар пандемии. Был популярен у паства, и попрощаться пришли более двух тысяч человек. В Ульяновске встретили так же радушно. Вот то, что в этом интернете грязь какую-то пишут, там, что Симбирская земля, туда-сюда, поди сюда, владыка, не верите этому. По той самой причине, мы наслышали о вашей мудрости. Лонгин пообещал нести крест архипастерского служения честно, ответственно и со всем усердием, надеясь на поддержку духовенства и прихожан. Я с благодарностью Богу принимаю все те изменения в моей судьбе, и я хотел бы быть полезен здешней земле, хотел бы быть полезен церкви, людям, сделать то, что в моих силах и продолжить то, что было сделано другими архиереями, потому что здесь трудились очень хорошие владыки. Первый молебен новый руководитель региональной епархии Владыка Лонгин провел в Ульяновском кафедральном соборе 3 сентября. Прежний глава, митрополит Иосиф, теперь возглавляет бурятскую митрополию. В Бурятии с приходом архиерея Иосифа, экс-метрополита Симбирского и Новоспасского, церковных должностей лишились несколько человек. Владыка Лонгин тоже приехал в Ульяновск со своей командой, но пообещал никого не переставлять. Первое богослужение митрополит совершит в Спасо-Вознесенском соборе, там же возглавит субботнюю литургию. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Учреждения культуры ждут гостей. В Ульяновске стартует новый творческий сезон. 5 сентября Ульяновский театр откроет свои двери для зрителей. Ульяновский драматический театр представит премьеру спектакля «Обломов» по мотивам романа Гончарова и празднику театрального подъезда. Спектакль по пьесе Михаила Угарова поставила молодой режиссер из Минска Мария Матоха, а роль «Обломова» исполнил Александр Курзин. В первую субботу сентября своего зрителя ждут небольшой театр и театр кукол. Великое кино великой страны Ульяновская область присоединилась к всероссийской акции. 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в регионе состоялись кинопоказы во знаменовании Года памяти и славы. В нынешнем году акция проходит дважды. Первый кинопоказ состоялся 22 июня, в день памяти и скорби, день начала войны СССР с фашистской Германией. На бесплатных показах ульяновский зритель увидел художественный фильм «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова и документальную ленту Сергея Майорова. В ней прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов. Кинопоказы прошли на 45 площадках Ульяновской области. Ульяновский симфонический оркестр стал участником 13-го фестиваля музыки и искусств «Тремоло». Музыкальное событие состоялось в Тольятти. Наши музыканты выступили под управлением одного из самых востребованных дирижеров России и мира, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», художественного руководителя фестиваля «Тремоло» Фабия Мастранджело. Оркестр представил программу «Симфония саундтреков». Со сцены прозвучала музыка из кинофильмов «Ова» Дмитрия Шостаковича, «Карнавальная ночь» Анатолия Лепина, «Служебный роман» и «Иван Васильевич меняет профессию», «Андрея Петрова» и многие другие. Глаза покраснели. Инфекция, зуд, капли «Афтальмоферон» на помощь придут. Наступает время создавать новое. Время оттачивать свое мастерство. Быть безупречным в детали. Лучшим из лучших. Гросс. Гарантия совершенства. По данным сайта Гесметио, 7 сентября в Ульяновске солнечная погода. Температура воздуха по области ночью плюс 9, плюс 12. Днем 17-22 градуса. В городе температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12 градусов. Днем от плюс 21 до плюс 23. Ветер юго-западный с переходом в юго-восточные 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров артутного столба. Никаких обнимашек. Врач дал советы для школьников. Родители отправили детей в школу почти неделю. Уже идет обучающий процесс. Но многих не отпускает страх. А вдруг ребенок заболеет коронавирусом? Ведь в учебном классе риск заражения может повышаться. Однако врачи считают, что многих проблем со здоровьем можно избежать. Да, врачи успокаивают. Не стоит бояться ежегодных простудных инфекций. Ребенок должен болеть и получать иммунитет. Ежегодно с момента рождения, особенно в осенне-зимний сезон, организм ребенка подвергается вирусным атакам. Всегда были ОРВИ, вызванные в том числе коронавирусами, аденовирусами, ротовирусами. Всегда был вирус гриппа. И они никуда, собственно говоря, и не ушли, заявил врач-педиатр Евгений Тимаков. Для профилактики и укрепления здоровья доктор советует обеспечить ребенку правильный режим и активный здоровый образ жизни. Врач считает необходимым снизить на первое время количество дополнительных занятий. У школьника обязательно должно быть большое количество прогулок на свежем воздухе и времени для сна. Закаливание поможет укрепить организм. Рубрика «Это интересно» далее в эфире. Небо было в дыму от горячих зданий. Стоял гул голосов, в котором выделялось одно слово – победа. Пробился я через солдатскую массу к самому Рейхстагу. Подобрал осколок камня и нанцарапал на стене. Михеевы в Берлине. Одна семья – одна война. Девять сыновей ветерана Первой мировой войны Дмитрия Федоровича Михеева на фронтах Второй мировой. Старшие бились под Сталинградом, младшие охраняли восточные рубежи Родины. Для Родины – последнее и самое ценное. Поколение, не считавшее выгоду, не рассуждающее над приказами. Увидев в газете заметку о гибели прославленного пограничника Семена Лагоды, отец написал письмо лично маршалу Блюхеру с просьбой о досрочном призыве на службу сына Федора. Там уже старшие сыновья служили. Вот он пишет, что предлагаю, чтобы создать из моих братьев танковый экипаж. Экипаж был создан из четырех братьев. Павел старший, Федор, Владимир, Иван. И одновременно там же служил еще Виктор. Судьба братьев сложилась по-разному. В 41-м погибли Александр и Иван. Владимир штурмовал Рейхстаг. Павел в 44-м потерял руку и вернулся в родное Воецкое, где прожил до 1989 года. Каждый из девятерых имеет высокие воинские награды. В честь подвига танкистов в Приморском крае установлен памятник. Павел Дмитриевич Михеев был заместителем командира батальона своего брата Виктора. В одном из боев экипаж его танка уничтожил противотанковую батарею, вражеские танки, 30 солдат и офицеров. Два брата погибли в Великую Отечественную войну. И остальные, где воевали, там и остались жить, то есть проживать в других регионах. В село Воецкое вернулся один, Михеев Павел Дмитриевич. И в 1989 году он был захоронен в селе Воецкое. Было установлено, что на могиле памятника ограда не в очень хорошем состоянии. По инициативе следователей установлен новый памятник на могиле героя и его супруги. Также на доме, где проживала семья, отныне находится памятная табличка. Героическое поколение – семья, посвятившая жизни родной стране. Еще в танковом училище, когда встал вопрос, где вы хотите служить, братья Михеевы ответили – на западной границе, ведь там сейчас неспокойно. Они встретили войну в первые дни, выпроводили ее из своего отечества и стерли с лица земли. Память о них не сотрется, помнят земляки, дети и внуки сослуживцев, не забудут и новые поколения. Названы самые непривлекательные станции метро в России. Вот такие вот исследования проводят статисты. Самой неудобной и некрасивой станции метро большинство россиян считают Выхино в Москве. Худшей ее назвали 50% граждан. На втором месте в рейтинге самых некрасивых станций – Козья Слобода в Казани. Ее назвали 17% респондентов. Третью строчку заняла станция «Двигатель революции» в Нижнем Новгороде – 12% ответов. Ну а в десятку худших по результатам опроса также попали Девяткина в Санкт-Петербурге, Победа в Самаре, Маршала Покрышкина в Новосибирске и Уральская в Екатеринбурге. Все это потому, что Валерия Лобода не была у них в гостях, точнее не приложила руку к интерьеру на этих станциях. Уверена, она смогла бы создать там уют и гармонию. Рубрика «Стиль» продолжит эфир. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжаем с вами говорить о том, что лишает вашу квартиру уюта и создает визуальный беспорядок, даже если это на самом деле не так. Я не просто так нахожусь в импровизированной прихожей, потому что с нее-то как раз и начинается впечатление о вашем доме. И первое, о чем я хотела бы с вами поговорить – это вешалка в прихожей. Если у вас, конечно же, не одно пальто, то обычно вешалка в прихожей очень быстро захламляется. Чтобы избежать этой проблемы, просто выберите себе вешалку для верхней одежды меньшего размера, например, как вот эта. Для сумок стоит выделить отдельную вешалку или отдельный крючок на такой вешалке, и тогда ваша прихожая будет выглядеть более гармонично. Не захламляйте вешалку в прихожей и вешайте на нее более легкую одежду. Конечно, есть еще один секрет, как сделать вашу прихожую более просторной. Даже аккуратно расставленная обувь в прихожей со временем превращается в большую наваленную кучу хлама. Даже если вы ежедневно следите за порядком в прихожей, все равно однажды происходит такой неприятный конфуз. Чтобы избежать беспорядка в обуви, я бы рекомендовала вам поставить в свою прихожую специальную обувницу. Они бывают и маленького размера, и среднего, и даже очень большие и вместительные. Такой предмет мебели избавит вас от луж и грязи в дождливый и сезонный период, например, весной, осенью или зимой. И, конечно же, ваша обувь всегда будет находиться в чистоте и порядке, а также в очень хорошем состоянии. Эту же обувницу можно использовать в качестве, ну, скажем так, тумбочки, которая расположена при двери. Для того, чтобы при входе поставить на нее сумку, положить на нее ключи, или просто поставить на нее монетницу, для того, чтобы перед выходом обязательно взять счастливую монетку, чтобы день точно был удачный. С легкостью вы выберете ту самую обувницу, которая подходит именно к вашему интерьеру с помощью экспертного совета продавцов-консультантов. Продолжаем утро с репортером, и я периодически возвращаюсь к теме детства, к воспоминаниям. Вот, Андрей, скажи мне, раскопками ты в детстве отвлекался? Ну, песочница. Ну, конечно, вот первое, что приходит в голову, песочница, как его там, совочек, и, конечно, копал. Совочек, песочница, это уж совсем маленький возраст. А когда вот камни искали, искали его красивые? Ну, это пляж, да, это вот у нас был сад, спускались к берегу реки Волга, и вот там камушки разных, наименования разных узоров, и потом их метали. Но дальше игр это не пошло. Дальше игр не пошло. А вот есть люди, которые... Пошло, да. У которых не просто пошло, которые стали... Выбрали это делом своей жизни. Раскопки, поиски. И сегодняшний наш гость может очень много интересного об этом рассказать. Да, друзья, у нас сегодня в гостях Стеньшин Илья Михайлович, кандидат биологических наук, директор Ундоровского палеонтологического музея. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Палеонтолог. Такое слово для меня вообще, это что-то, я не знаю, вот таких людей... Это не какой-то там юрист, да, бухгалтер, которых много, а вот палеонтолог. Вот настоящий палеонтолог перед нами сидит, и первый вопрос, а как вы стали палеонтологом? Как я стал палеонтологом? Вообще история давняя, как и у многих, наверное, это зародилось с того, что я в детстве заинтересовался динозаврами, ну, на уровне сначала каких-то фигурок, а вообще первая, знаете, затравка, наверное, была эта марка. Был такой журнал, Юный натуралист. И там была рубрика такая, посвященная маркам животных. И вот одна из марок мне очень понравилась, она для меня была, показывала странное животное какое-то, до этого мне неизвестное. Неведомая. Да, неведомая зверушка. И, в общем-то, у меня она как-то вот настолько засела в памяти, что мне стало интересно, что это такое. И, в общем-то, в последующем, значит, как и все, наверное, сейчас школьники, я начал интересоваться динозаврами, мамонтами, значит, какие-то были раскраски в детстве, фигурки, вот эти игрушки пошли уже в то время, да, и все это собиралось. Вот. В школе, значит, это первый предмет, самый любимый, это была биология, естественно, конечно же. Самый любимый учитель это была Валентина Ивановна Попова, да, которая, так сказать, весь этот интерес мой поддерживала и стимулировала, и, ну, и как-то вот, вы знаете, в последующем перешло уже в какую-то даже, наверное, практику, потому что я начал посещать местные речные обрывы, небольшие карьерчики, вырос я за городом, то есть не в городе. Пока один, без компании какой-то. Да, компании у меня такой не было, потом начали подключаться ко мне, так сказать, мои друзья, и тоже интересоваться, подпитываться этим интересом. Вот, ну и собиралась какая-то небольшая такая коллекция, да, местных окаменелостей, элементарных на уровне, наверное, многим знакомых чертовых пальцев, наверное, все знают это. Вот. Двустворчатые моллюски, разные раковины такие, да, там кусочки кораллов, морских лилий ежей, это вот все мы отбирали, потом мы нашли там зуб акулы, это для нас было вообще просто радость. А где-то все потом собиралось, хранилось, да? Собиралось в коробочке все это, да, дома, вот, значит, под столом формировался огромный мешок с чертовыми пальцами. Поддерживали домашние? Да, да. Вашу вещи? Они поддерживали, но периодически говорили, что все-таки нужно проводить уборку, и может быть, от лишних окаменелостей избавиться уже, да? Но так или иначе, вот это увеличение переросло к выбору профессии, вот, поскольку кафедры геологии в наших университетах нет, близкая тема, значит, ко мне это была география с биологией, поэтому выбор пал на естественный географический факультет Ульяновского государственного университета, значит, поступил я на отделение географии и биологии, вот, там уже, значит, на уровне курсовой я начал, значит, защищать курсовую по морским рептилиям, вот, дело в том, что сухопутных динозавров я так и понял со временем, что у нас тут не было практически, вот, значит, защитил курсовую, значит, дипломная работа была уже посвящена моллюскам древним, вот, у нас в Ульяновской области славно тем, что здесь в хорошей сохранности встречаются развернутые раковины, вот, то есть есть группа аммонитов, это такие головоногие моллюски, часть из которых имела развернутые раковины, вот, это очень интересная, перспективная показалась мне тема, она малоизученная, у нас в Ульяновской области колоссальное количество этого материала, и вот дипломная работа была посвящена именно этому вопросу, вот. Я закончил университет, и так получилось, что дорожка привела в Ульяновский областной краеведческий музей, вот, я устроился там научным сотрудником, вот, и 10 лет, вот, практически я работал там, вот, как раз специализировался на этой теме, вот, конечно же, экскурсии различные, прививание интереса уже сам молодому поколению, вот, а потом поступил в аспирантуру в наш гоносуниверситет, общая экология кафедра, вот, но специализация уже намечалась, сначала это была палеоэкология, потом она трансформировалась уже в палеонтологию и, соответственно, стратеграфию, значит, специальность, и поскольку диссертационного совета у нас здесь не было, значит, я защищался в Москве, в палеонтологическом институте Российской Академии Наук. Такой, не короткий, не короткий. Да, то есть он вывел меня в центральное учреждение, научное учреждение страны, специализированное, где я, собственно, защитил кандидатскую диссертацию. Раскопками вы продолжаете заниматься, давайте, вот, к самому интересному. Да, вот вы сейчас директор, да, но продолжаете практику. Но продолжаю, потому что, да, палеонтологов мало, в основном после того, как разведаны все местонахождения газа, нефти, руд различных, палеонтология, практическую значимость, ну, практически, будем так, потеряла, поэтому палеонтологи стали тоже вымирать. Их не так и много, на самом деле. Больше она, наука сейчас имеет, конечно, и коммерческую составляющую, то есть связанность продажей, там, окаменелости, есть очень много коллекционеров и за рубежом, вот, есть популяризаторы науки, которые пишут книги, интересуются этой темой, вот, но в основном палеонтолог это либо в стране у нас это либо преподаватель вуза, да, это либо, значит, сотрудник Российской академии наук, вот, или каких-то институтов научных, или это музейный работник. Ну, вот я как музейный работник, да, и я вот не мог оставить эту тему, потому что палеонтология, она такая специфическая наука, и поэтому не принимать участие самому, как директору в раскопках, и, соответственно, не показывать, как, собственно, это проходит, и не практиковать сотрудников я не могу, пока я не подрастил еще там поколение, да, вот, поэтому, собственно, мы очень часто выезжаем вместе с ними, в основном это берег Волги, вот, это Ульяновский район, знакомые многие мундеры, деревня-городище, наш знаменитый городищенский разрез, который должен быть главным объектом геопарка Ундория, заявка, значит, на вхождение в состав ЮНЕСКО, которого в этом году должна быть подана. Вот недавно вы куда отправляете? Давайте расскажем. И вот совсем недавно мы, значит, принимали участие в раскопках в Саратовской области, вот, и, значит, совместно с Саратовским университетом, да, мы раскопали достаточное количество материалов, которые, основная часть которых как раз была передана в фонды уже к нашему Ундорфскому музею и пополнила коллекцию. Это ископаемые морские рептилии, вот, мозазавры, так называемые, группа, наверное, очень популярная, интересная, это такие огромные вараны морские, вот, древние ископаемые, у которых за место конечностей были ласты, вот, длинный плоский хвост, которые водились здесь, в Древнем море, порядка 80 миллионов лет назад, вот, и, собственно, и другие группы, это черепахи морские, кажется, фантастика какой-то, вот, это вообще похоже на Лохнесское чудовище. Вот черепаха, да, это же одна из таких раскопок и находок очень, таких невероятных, Наиболее значимая находка как раз это черепахи, когда найден был фрагмент черепа, плечевая кость и фрагменты пластины этой черепахи. Дело в том, что это уже определенная коллегами, специализирующимися по этой группе, черепаха протостега Гигас, это вторая по величине морская черепаха за всю историю планеты. Ну и какие у нее габариты? А габариты, ну если говорить о размахе ластов, то это до трех метров у них были. Так, колоссальный размах. Это очень большая часть. Огромный. То есть, вот такие когда-то черепахи плавали и в море, которое существовало на территории, в том числе Ульяновской области, вообще поужье. Вот. Ну ездили в Саратов, потому что Саратовская область тогда, в то время, относилась к прибрежным регионам. И вот скапливались остатки этих животных именно там. А вот это... А как копать? Я вот даже не представляю. Это как? Вот вы представляете, что вот я посвятил вообще этому началу отпуска. Да, вот как? Да. Я решил, значит, взять огромную лопату и съездить в отпуске, вот, отключиться от административной работы. Вот так же? Директорской? Вот. Директорской. И немножко, значит, вспомнить, как, собственно, мы обычно это делаем, раскапываем. Вот. То есть, вскрывалась огромная толща, порядка 50 квадратных метров, толщина около полутора метров слоя песка сначала. Вот. И мы подбирались к горизонту, который имеет 20, где-то 15-20 сантиметров. Это такая галечка, очень твердо сцементированная. И вот в ней масса костей. Да, это вот береговая зона. Это зона, где раньше происходили штормы, было мелководье, и вот именно вот в этой линзе скапывались основные остатки тразмеров. Это спецтехника же, наверное, как у лопатки. Ну, это огромная лопата. Это огромная лопата и куча народа. Да, это студенты, волонтеры, значит, коллеги, и, собственно, мы вот эту площадь вскрыли. А где сейчас? Под почвой, она очень близко. В Ундорфском музее. Вот. И я думаю, что поскольку нам должны построить новое здание, вот, и мы из нашего маленького здания планируем переехать в это здание, и вот как раз о расширении экспозиции идет речь. То есть эта черепаха будет как раз отражать вот ту эпоху, да, потому что там уже будет более расширенная экспозиция, посвященная разным ископаемым животным, разных эпохов, обитавших не только на территории Ульянского. Как их вообще различить? Для человека неориентирующихся. Ну, есть определенные методы, есть общепринятые как бы понятия, да, есть определители, есть люди, которые давно работают в этой теме и находятся в, участвуют в раскопках и сразу же в раскопе могут понять, что это за кость, часть костей неопределимых тут же. Ну, современные технологии позволяют отправить, значит, оттуда из раскопа сразу в сеть и узнать, значит, что специалистов. То ли мы раскопали и интересно ли это, да. И таким образом, да, несколько костей летающих ящеров было найдено, птерозавров, были найдены мозозавры, длинношей, похожие на лохнеское чудовище, плезиозавры, вот, акулы. Ведь это просто какие-то кости. Да, да. Вот позвонок, да, позвонок, плезиозавры и мозозавры совершенно разные. То есть, да. Один плоский, с двух сторон вогнутый, с другой удлиненный, у него одна сторона выпуклая, другая вогнутая, то есть это все. Ну, чтобы это знать, нужно быть кандидатом биологически. не обязательно. Если ты кандидат, то ты уже, как бы, обычно посвящаешь свою жизнь именно более углубленной науке. На уровне популярной науки можно быть любителем и, собственно, заниматься теми же раскопками и формировать в раскопках. Главная практика. Да, ну, конечно, это понятно, это в любом деле. А вот в раскопках любители тоже, да, принимают участие? Конечно, конечно, да. То есть, люди, интересующиеся этой темой, заряжающиеся, особенно, если это речь идет о студентах, кто знает, может быть, значит, его заинтересует. Вот как раз на уровне раскопок сначала эта тема, а потом, кто знает, может, он пойдет в аспирантуру. Серки, примерки. Откапывали что-то не по вашей части. Ну, не по нашей части, вы знаете, наверное, многие путают археологию с палеонтологией. Вот. И вот однажды, ну, как бы, в раскопках, значит, встречались археологические артефакты. Ну, такие вот вещи. И мы сразу же говорим, значит, поскольку я на тот момент работал уже в Кривическом музее, сразу же отзваниваюсь, коллеги. Есть что-то? По вашей части. У меня по вашей части они так где-то. И вы знаете, вот одно из открытий, между прочим, вот археологического наследия, вот, совершенно мной, я так считаю, да. Потому что, будучи студентом, значит, мы с друзьями, ну, кроме поездок на раскопок, ездили в туристические поездки. Одной из таких поездок состоял в Сенгелеевский район, нынешний нацпарк. Во время отдыха вы продолжали катать. Вот. И во время отдыха, значит, мы посещали одну из точек, это гранное ухо, так называемое, и я вот по склону, собственно, когда поднимался на точку, где у нас был лагерь, палатки разбитые, я поднимаю, мне показалось, сначала окаменелость. Оказалось, это керамика, вот, и которую там раньше не находили. А потом, когда я уже это передал коллегам, и оказалось, что, собственно, это поселение, причем интересная культура, очень достаточно древняя, и, собственно, вот там было открыто. Много чего интересного за это время. Вот. Там продолжаются раскопки, если не ошибаюсь, сейчас ставится это на учет, как культурное наследие. Ну, то есть, вот такие вот. Обычный человек шел бы и мимо прошел, не обратил бы внимания. Обычный человек. А вот у нас в гостях был необычный сегодня человек. Ну, и мне кажется еще, Катя, если есть такие люди, которые во время отпуска, такие профессионалы, которые копают, которым не все равно, которым все равно на отдых, и они всегда при своем любимом деле и палеонтологии, и другие виды наук также будут живы и здоровы. Друзья, сегодня у нас в гостях был Стеншин Илья Михайлович, кандидат биологических наук, директор Ундоровского палеонтологического музея. Это «Утро с репортером», и мы продолжаем. Популярный десерт как способ снизить риск развития рака. Исследователи из Ланкастерского университета предполагают, что одной из причин развития рака молочной железы является воспаление, которое провоцируется вредными бактериями. Снизить негативное влияние последних можно при регулярном употреблении натуральных йогуртов. Это простое и недорогое профилактическое средство для женщин, заявили ученые. Они пояснили, что в йогурте присутствуют полезные ферментирующие лактозу бактерии, которые схожи с микроорганизмами, встречающимися в молочных железах у женщин во время грудного вскармливания. Эфир продолжит рубрика «ЗОЖ». Доброе утро! С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской йоги. Я очень люблю на практике йоги использовать маленькие детали, мелкие, незаметные, из которых затем складываются сложные механизмы. И такими деталями является восприятие цвета человека. Очень важно то, какая обстановка вокруг нас. Даже важно цвет стен студии, где вы занимаетесь йогой, или одежда, которая на вас одета, или цвет пищи, которую вы потребляете. Существует целая система цветотерапии. Еще в 40-х годах было доказано положительное влияние цвета и света на здоровье человека, на решение каких-то профилактических проблем, даже устранения некоторых заболеваний. Обратите внимание, летом нас окружает благотворный зеленый цвет. Да, мы успокаиваемся, находясь на природе, где много деревьев, травы. Он действительно, спектр зелени, зеленого цвета, очень благостно влияет на состояние эмоциональное и на наше здоровье. Поэтому я хочу сейчас совместить приятное с полезным и показать вам небольшой комплекс, который будет раскрывать ваш грудной отдел, потому что цвет зелени это еще цвет нашего сердечного центра. То есть вы будете делать вместе со мной видеть зелень и благотворно воздействовать на всю сердечно-сосудистую систему. Итак, вы можете оставаться в положении сидя, либо стоя, даже сидя на стуле. Главное, чтобы ваш позвоночник был вытянут. Небольшой комплекс, который, кроме воздействия на ваше сердце, раскрытие грудного отдела, очень благотворно будет влиять на весь верхний плечевой пояс и убирать проблемы остеохондроза шейного отдела позвоночника. Итак, ручки мы складываем, как это говорится, намасте, соединяем ладошки на уровне груди и нажимаем на ладошки сильно-сильно, сопротивляясь, хотим сдвинуть в одну либо в другую сторону. Почувствуйте, как у вас работают плечи, грудные мышцы. В это время мы дышим очень спокойно, дышим животом. Затем скрещиваем пальчики, вытягиваем ручки вверх. Это выдох. На вдохе идем вверх и убираем ручки за голову. Здесь очень важно опустить плечи и соединять максимально сзади лопаточки, пытаясь раскрывать грудной отдел. Здесь мы тоже дышим несколько дыханий, спокойных, медленных и после этого вытягиваем позвоночник и словно стремимся дотянуться ладошками до противоположной стены и возвращаемся в исходное положение. Этот комплекс мы проделываем несколько раз от трех до четырех. Замечайте больше зелени вокруг вас, находитесь больше на природе. Я вам желаю хорошего дня. Ульяновск примет гостей. Ростуризм поддержит проект «Великий Волжский Путь». Ростуризм. Регионы Приволжского федерального округа и федеральный туроператор подписали соглашение о развитии проекта «Великий Волжский Путь». Туроператор включил в линейку своих предложений шесть маршрутов под единым брендом «Великий Волжский Путь». Ульяновская область представлена здесь в составе маршрута от Ульяновска до Самары. Продолжительностью 2-3 дня этот тур будет реализовываться. Он будет круглосуточно. Туристы познакомятся с интерактивной программой «Честное купеческое» и посетят музей «Симбирское купечество». Специально для гостей проведут экскурсию в дом музея Ленина и театрализованную автобусно-пешеходную экскурсию с посещением Венца площади Ленина, осмотром памятника основателю Симбирско-Ульяновска Богдану Хитрово, сквера Гончарова и памятника Карамзину. «Великий Волжский путь» – это межрегиональный туристский маршрут, разработанный в 2015 году и объединяющий серию межрегиональных маршрутов по 14 объектам Приволжского федерального округа. Маршрут является частью северной дороги Великого Шелкового пути и объединяет 6 национальностей. 5 городов-миллионников, 7 международных аэропортов, 3 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и 5 курортов федерального значения. «Великий Волжский путь» призван открыть российским и иностранным туристам культурные и природные достопримечательности, а также этнические традиции кухни регионов по Волжье. О главном далее в эфире. Самое знаковое место ульяновцы отдают свой голос за установку стелы «Город трудовой доблести» в той или иной локации. Они заранее определены, нужно лишь выбрать из предложенных. Всего таких мест 4, и в пользу каждого из них весомые аргументы. На огневой рубеж и оттуда с горящими болью ранами железная дорога в годы войны стала артерией, связавшей тыл и фронт. Уходили эшелоны с бойцами, отправлялись боеприпасы. В госпитале прибывали санитарные поезда. Одним из возможных мест установки будущей стелы город трудовой доблести выбран центральный вокзал Ульяновска. Не старый, а действующий своеобразный эстафетопоколений. Считаю, что это самое лучшее место. Во-первых, вся продукция с нашего региона уходила на фронт откуда? По железной дороге. Во-вторых, самое место, куда приезжают множество гостей нашего города и нашего региона тоже железнодорожный вокзал. Потому что был еще один вариант думали о аэропорт, но о аэропорт сказали невозможно. Поэтому я считаю, что железный вокзал, центральный железнодорожный вокзал непосредственно наш Ульяновск, он самое достойное место для установки этого элемента. Тыловому подвигу наших земляков в региональной столице памятных мест посвящено немало. У каждого предприятия, обеспечивающего фронт необходимым, есть своя история, свой монумент, свой музей. Есть целый комплекс в Парке Победы. Фронт и тыл здесь неразлучны, как и было в годы Великой Отечественной. Я считаю, что Парк Победы это лучшее место. Он всегда люден. Там рядом с ним растет два больших микрорайона и перестраивается. Частный сектор там тоже строят сейчас многоэтажки. Он был и будет центром притяжения. К тому же он несомненно связан с Великой Отечественной войной, с подвигом. Там есть что посмотреть, есть как провести время и стела там будет более чем уместно. Трудовой заволжье, район промышленный, градообразующие предприятия, патронный завод имени Володарского. Самое обороноспособное тыловое предприятие во все времена. 5 миллиардов патронов ушло отсюда на фронт Великой Отечественной. Дети и взрослые наравне стояли у станков дни, ночи, от звонка до звонка в бесконечные 12-часовые смены. Выстояли, выковали победу, поддержали огнем победоносную Красную Армию. Я думаю, я, моя семья и мой коллектив выберут, чтобы стела стояла около, как раньше назывался, завода имени Володарского. Потому что в годы войны мы знаем, что наши родственники, близкие работали на этом заводе. Это они участники победы. Год окончания войны был годом, когда я иду на следующий год в первый класс. Вот. И тот, те трудности, тот, те желания победы, то, что мы маленькие, но крошечные уже после войны собирали эти колоски, работали и старались, потому что тогда каждый ребенок ощущал значимость каждого колоска, зернышка, патрона вот именно в победу войны и послевоенные годы. Самые патриотичные машины во все времена Засвияжский район вырос в годы, когда эвакуированный московский ЗИС укоренился на Ульяновской земле. До 30 грузовиков в сутки начальный этап работы предприятия. В последующие годы новые модели техники, необходимые фронту и тылу. Засвияжцы справедливо считают, что разместить у себя стелу города трудовой доблести достойны именно они. Голосовал за ДКВАС и за то, что я житель Засвияжского района в первую очередь. Во-вторых, Засвияжский район самый крупный район Ульяновский, где проживает всех больше населения. Самый рабочий район, где находятся основные предприятия города Ульяновска. Из-за чего ДКВАС, из-за того, что это есть исторический центр города Ульяновска, есть как бы культурный, который постепенно смещается в сторону Засвияжского района. Это все видят, Засвияжский район расстраивается. И по сравнению с другими, я думаю, оптимальный вариант делается на автозаводке, на ДКВАС. За Волжье, Засвияжье, Железнодорожные и Ленинские районы голосуют. Своё мнение может высказать каждый ульяновец отметить достойнейший вариант. Ну что ж, мы продолжаем. И здесь вопрос к тебе, Катя. Ты когда-нибудь пользовалась услугой сервисов объявлений? Это вот когда можно, например, продать свою вещь, которая тебе уже не нужна, а кто-то мечтает о ней. Конечно. Да? Регулярно пользуюсь, потому что я сторонник того, чтобы вещи работали. И если она тебе не нужна, то она на самом деле нужна кому-то. Это что-то вроде круговорота вещей в природе. Ну хорошо. Так вот теперь продавцов одного из популярных сервисов объявлений могут заставить платить налог. Представляешь? Да, продажа бывших в употреблении вещей одним человеком к другому должна облагаться теперь налогом на общих основаниях в 13%. О таком вот решении заявили в Министерстве финансов России. Согласно расчетом специалистов сумма сбора налогов с продажи БО вещей должна составить более 80 миллиардов рублей в год. При этом в Минфине отвечают, что в настоящее время закон не возлагает на электронные платформы и соцсети функции налоговых агентов. Однако обязанности по уплате должна быть на продавце товара. Соответствующую инициативу в настоящее время поддержали в федеральной налоговой службе, поскольку физические лица обязаны платить подоходный налог при продаже имущества. По мнению экспертов, если государство попытается собрать налог при продаже БО товаров, это может обернуться бегством с онлайн-платформ. А мы передаем слово нашему коллеге Олегу Сайгушеву. Рубрика «Финликбез» далее в эфире. Доброе утро, дорогие друзья. С вами рубрика «Финансовый ликбез» и я, финансовый эксперт Сайгушев Олег. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в наше неспокойное время в экономическом плане сохранить ваше накопление. Три ключевых момента мы сейчас разберем. Первое. В принципе, в любые времена, но особенно во времена экономических и финансовых потрясений, важно соблюдать структуру ваших накоплений. Если мы говорим про самые, так сказать, быстро в любой момент доступные деньги, которые покрывают как минимум один, либо два месяца ваших ежемесячных расходов, их целесообразнее всего хранить либо в наличности в каком-то виде у себя дома, либо, ну, как минимум, на накопительных счетах, которые вам еще дадут дополнительный прирост ваших денежных средств. Ну, средняя ставка по таким историям банковским это примерно 4-5% годовых. Немного, но лучше, чем совсем ничего. Когда мы храним денежные средства в наличности, как мы понимаем, у нас не перерастает ничего. Второй слой пирога из общих сумм активов наших это средства, которые могут покрыть 2-6 месяцев ваших ежемесячных расходов, которые, ну, так, хранятся на так называемый черный день. Лучше всего хранить в надежных, безрисковых инструментах, таких как депозиты в надежных крупных банках, либо облигации, то есть те же самые долговые ценные бумаги надежных эмитентов, крупных эмитентов. В них изменение цены будет незначительным, а доходность будет все-таки чуть больше, чем в банковских депозитах. И уже более долгосрочное накопление, минимальный срок таких накоплений можно рассматривать не менее 6 месяцев. Только такие длинные горизонты инвестирования можно направлять уже в более рискованные инструменты, более доходные, естественно, такие, как, например, ну, просто более доступные они, чем вложения в бизнес или там вложения в недвижимость, это вложения в акции крупных компаний. Даже в неспокойные времена, после определенных просадок, они, ну, через год, через два могут показать серьезный, существенный прирост, платить хорошие дивиденды, то есть проценты от прибыли, в результате это даст вам дополнительную доходность к вашему общему инвестиционному портфелю. Ну, и, естественно, особо остро стоит вопрос выбора надежного партнера именно во времена экономических потрясений и финансовых кризисов. Дело в том, что даже такие крупные серьезные компании, мы знаем по опыту 2008 года, компании финансовые, инвестиционные, такие как Лемон Бразерс, вот во времена кризиса они просто не удержались на плаву и стали банкротами. Никто не может вам гарантировать, что даже какой-то крупный, известный, давно работающий на рынке банк, российский, например, тоже может уйти в какое-то время с рынка и стать банкротом. Соответственно, ваши денежные средства могут оказаться под риском. Именно поэтому правильнее всего, спокойнее всего выбирать в этой сфере именно системно значимые кредитные организации. Перечень их есть на сайте Центрального банка, он регулярно обновляется. Для вас это будет просто дополнительным так сказать критерием надежности. Но и если говорить про вложение в ценные бумаги, учитывая специфику, бизнес-модель работы, есть банки, которые имеют брокерскую лицензию, также могут предоставлять такой доступ к торговой площадке. Но все-таки более надежно выбирать именно брокера с отдельно выделенной брокерской лицензией, просто потому, что по закону о рынке ценных бумаг он не имеет права распоряжаться денежными средствами своих клиентов, в отличие от банков. Даже во втором пункте надежный банк может уйти с рынка с брокером с отдельной лицензией брокерской вероятность такого исхода все-таки меньше. И в идеале чтобы этот брокер принадлежал группе банков, которые опять же находятся вот в этом перечне. Выполняя, придерживаясь этих несложных критериев подбора и структурирования ваших активов, вы с большей долей вероятности и сохраните и приумножите ваше накопление. Дружите с финансами, живите в достатке. С вами был финансовый эксперт Олег Сайгушев. До новых встреч. Картину дня дополнит региональной новостью. В эфире информационная программа «Реальность». ЗОЖ ковидом не возьмешь ни громкий лозунг, а проверено на себе. Даже в затяжной период самоизоляции представители самой уязвимой категории 65+, и неизменные участники творческого коллектива в кругу друзей пели и плясали по телефону, зуму и скайпу. Долгожданное послабление карантинных мер для веселых дам что-то вроде хрущевской оттепели. Первая репетиция на свежем воздухе и сразу же ощутимый творческий посыл. Скучали, наверное, не знаю как. Ну да, уже скучаем и по сцене, и желательно, конечно, девчата хотят где-то выступать. Вот у них такие пожелания. Пожалуйста, если есть возможность, может, наш администратор и руководство услышат. Мы хотели бы где-то поесть, показать вот все таланты. Это очень нужно вот для души, для сердца, для жизни. Жить веселее, лучше. Радуешься всему. Всему радуешься. Разудалый коллектив обосновался на базе клуба «Володарец». Последний открылся два года назад благодаря активной политике местного одноименного ТОСа. За короткий срок количество занимающихся увеличилось с 15 до 127 человек, а заявления все поступают. Здесь не только творчество, но и спорт для мудрого возраста и совсем еще юного. Но в период пандемии солидную досуговую программу поставили на стоп, так что сейчас все начинается заново. По вольной борьбе ребята занимаются, то есть ребятишки, которые настолько спортом больны, что им не могут они дома сидеть, вот такие вот зажигалочки маленькие бегают, бегают и вот просятся. И вот мы с небольшим таким послаблением даем разрешение заниматься около клуба на открытом пространстве. Все строго по оговоренным региональным указам правилам. Занятие исключительно на свежем воздухе, а внутри индивидуальные средства защиты, регулярная уборка и приобретенная техника для дезинфекции. Вот только тесновато, а поговорка в тесноте да не в обиде, в эпоху коронавируса явно изжила себя. К нам приезжают из нового города, из верхней, из центра. Хотелось бы, конечно, побольше помещения. Вот так вот. Мы хотим всех радовать и дарить любовь. Частичное послабление действует в регионе до 25 сентября. Масочно-перчаточный режим в обязательном порядке сохраняется в местах массового скопления, в торговых точках и общественном транспорте. Главное правило для всех и сейчас, и на будущее. При первых же признаках нездоровья оставаться дома и не заниматься самолечением. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. На улице сегодня всего 15 градусов тепла и довольно прохладно. Но недалеко от домов 45 и 47 по улице Шолмова сегодня, в отличие от стального города, по-настоящему жарко. Люди собрались, чтобы выразить недовольство по поводу осушения старшего им родным пруда. Любимый местными жителями водоем появился больше 20 лет назад на участке незавершенной стройки. Сегодня это место притягивает целые семьи с детьми. Покормить удочек, посмотреть на андатор, поговаривать, туда же была замечена цапля. Постоку-поскоку грунтовые воды здесь близко к поверхности строительства это было прокрещено и решили не трогать. Образовалась, естественно, экосистема, то есть природа, в общем-то, сама, как говорится, рано это залатала. Образовалось озеро, фактически, естественный водоем. Так в чем, собственно, сыр-бор? Путины истории, как и судьба других обитателей пруда в опасности, водительные жители за пару дней до схода заприметили подозрительный трактор, проводящий какие-то работы, изменяющие очертания береговой линии. Засыпались места обитания диких животных, на вопросы водитель не отвечал и наотрез отказался предоставлять какую-либо документацию. К нашему большому счастью в этом году мы вошли в национальный проект «Демография», который предусматривает развитие инфраструктуры образования, как дошкольного, так и общего. Мы вошли в программу проектом строительства детского сада на 280 мест на всеми нам хорошо известном земельном участке. Местные жители к единому мнению прийти не могут. Одни уверены, садик это хорошо, но пруд уничтожать все равно нельзя. Другие, напротив, считают, что это, по сути, болото только мешает. И развивать инфраструктуру нужно в первую очередь. А тут садик хотят построить? Садик. Тут на садик территорию защищают? Да, естественно, садик. Паспорт висел. Кто-то из жителей его сорвал просто-напросто. То есть вы за стройку? Ну, конечно, за стройку. Местная администрация промашку признала, извинилась. По-хорошему, нужно было изначально оповестить жителей, провести опрос по поводу стройки. Спешка вызвана всего лишь желанием попасть в федеральную программу на получение денег для строительства. А любимый водоем и дальше будет радовать глаз. Никто, пруд, замечательными утками, сюда приходят, сюда дети, куда жительство приходит, трогать не будет однозначно. Это вам заявляю. Раз. По схеме, по плакату, понятно, что небольшой участок, там, в принципе, чуть-чуть он берется оттуда, пруд сохранится. А вот, собственно, и виновник сегодняшней сходки. Глубокий ров, идущий прямиком от пруда и впадающий в свиягу. Осталось чуть-чуть подкопать, и весь водоем утечет в реку вместе со всеми его обитателями. Как итог, принято решение со стройкой пока повременить, подождать ответы экологов и прокуратура о законности подобных работ. В идеале же на месте появится современный детский сад с видом на пруд, где по-прежнему плавают утки. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Вообще, вот видите, тут просто закрыли, да? Смотрите, что это тут. Видите, бомжи, наверное, так не живут. В 2017 году пожар уничтожил дом на улице Крымова, в котором жили Алла Петровна и ее сын. То жилье, маневренный фонд, где семья вынуждена обитать сегодня, было, по словам Павловы, лучшим вариантом из предложенных. Искали плюсы в центре развитой инфраструктуры, транспорт, зимой хорошее отопление. На этом достоинства дома закончились. Как бы тут вот был газ, потом я его не смогу тащить. Он, у меня сын тоже заболел, он его тем более не дотащит. Просить кого-то, это знаете как, его сейчас что-то нашли, вот это вот электрическое, да? Вот одна горелка только работает на нас всех. И все. Горячей воды нет, электричеством пользоваться страшно, особенно в дождь, когда с потолков вода сочится прямо на провода. Администрация предложила обитателям дома сделать ремонт за свой счет. Никакой последующей компенсации при этом якобы не упоминалось. Привыкнуть к таким условиям оказалось невозможно, но этого и не требовалось изначально, ведь 3 августа этого года семью должны были переселить из маневренного фонда. Прошел почти месяц, семья все еще здесь, и как по классике жанра, беда не приходит одна, ведь буквально несколько дней назад прямо посреди ночи на голову спящим людям с высоты буквально нескольких метров упал потолок. Вот они мне предложили два варианта, 13-го числа прислали письмо, и в один вариант я сходила, там вообще мрак, а другой вариант они говорят, нет ключей, нет ключей, нет ключей. Я говорю, ну нам как бы побыстрее хотя бы, нет ключей пока, мы вам позвоним. Город квартирами не богат, от этого и не скрывают, в маневренный фонд обычно уходит самое изветшалое, предполагается, что обитатели в нем не задержатся. Тем не менее, элементарным правилам безопасности соответствовать должно и такое жилье. В случае, если маневренный фонд не соответствует техническим и санитарным требованиям, в данном случае у нас произошла в этом году протечка крыши на Ленина 19, гражданам будут предложены иные варианты маневренного фонда до окончательного решения их вопроса. Сгоревший дом на Крымова, где ранее проживали Павловы, признан аварийным и подлежащим сносу. До этого времени семье придется обживать маневренный фонд и дальше. Адрес сменится, не забрать бы с собой проблемы с санитарией и разрушающимся зданием. Маневренный фонд в Ульяновске проблема из наболевших. Сколько еще придется скитаться по казенным помещениям, тоже пока вопрос открытый. Маневр затягивается и в очередной раз. Все решается адресно, а не в строгом соответствии с алгоритмом, прописанным в кодексе. Вера Мещерякова, Валерий Клочков, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Алексей Куриный снимает дорожный знак в Ульяновске, разрешая парковку своим сторонникам возле мемориального комплекса, где депутат Госдумы проводил десятидневное мероприятие. Алексею Куриному остановка запрещена. Плакаты в руках Димитровградцев намекают. Не этого ждут люди от народных избранников. Молодежь города-атомщиков, как в песне, не имеет родного угла. Вопросы, которые по силам решить местным парламентариям, не решаются. А поскольку большинство местных думцев смотрит на Куриного с пиететом, молодежный актив намекает высокому гостю «Не работаете». Мы встречались и с Герышем, и с Людмилем Петровной. Целый год обещают здание. Молодежному совету негде собираться. Молодежным объединением негде собираться. Свои претензии многодетных. Землю крестьянам раздали, дайте многодетным. Город-атомщиков не может выполнить положенное по закону. Или не хочет волей муниципальных депутатов. Вопрос товарищу областного уровня. Товарищи младенцы, когда будет гарантийное письмо, что все многодетные семьи получат участие? Вы до какого степени будете тянуть? Когда будет гарантийное письмо? Вы же отвечали. Что-то на речку. Вина на ком угодно, только не на нас. Краткая выжимка ответов гостей. А дальше приготовьтесь. Знаете, что вы все виновны? Все без исключения. Почему? Все просто. Субсидии, зарплаты получаете? Товарищ получает субсидии из областного бюджета. Вы получаете заработную плату. Я заработную плату получаю. Почему вы врете? Брать! Вот кому мне стыдно брать за это? Конфликт накалился, но разрешился относительно мирно. Стороны прекрасно осознают, кто что из себя представляет. В словесном споре победителей не оказалось. Люди устали от разговоров и перебранок. И ждут реальных дел. А ну-ка, молодежь, снимайся. Вот там. Чтобы человека нам не тронули. Мы не тронули. У нас здесь больше. Уходи! 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 Под звуки колоколов 3 сентября Ульяновск встретил нового руководителя митрополии владыку Лонгина. Не успев отдохнуть после дороги, архиерей сразу принялся за работу. Митрополит Лонгин 17 лет руководил духовенством Саратовской области, которое тепло отзывается о владыке, несмотря на некоторые спорные моменты, как незакрытие храмов в разгар пандемии. Был популярен у паства и попрощаться пришли более двух тысяч человек. В Ульяновске встретили так же радушно. Вот то, что в этом интернете грязь какую-то пишут, там, что Симбирская земля, туда-сюда, поди сюда, владыка, не верьте этому. По той самой причине вы наслышали о вашей мудрости. Лонгин пообещал нести крест архипастерского служения честно, ответственно и со всем усердием, надеясь на поддержку духовенства и прихожан. Я с благодарностью Богу принимаю все те изменения в моей судьбе. И я хотел бы быть полезен здешней земле, хотел бы быть полезен церкви, людям, сделать то, что в моих силах и продолжить то, что было сделано другими архиериями, потому что здесь трудились очень хорошие владыки. Первый молебен новый руководитель региональной епархии владыка Лонгин провел в Ульяновском кафедральном соборе 3 сентября. Прежний глава, митрополит Иосиф, теперь возглавляет Бурятскую митрополию. В Бурятии с приходом архиерея Иосифа, экс-метрополита Симбирского и Новоспасского, церковных должностей лишились несколько человек. Владыка Лонгин тоже приехал в Ульяновск со своей командой, но пообещал никого не переставлять. Первое богослужение митрополит совершит в Спасо-Вознесенском соборе. Там же возглавит субботнюю литургию. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли «Автальмаферон» на помощь придут. Наступает время создавать новое, время оттачивать свое мастерство, быть безупречным в детали, лучшим из лучших. Гросс. Гарантия совершенства. По данным сайта Гесметио, 7 сентября в Ульяновске солнечная погода. Температура воздуха по области ночью плюс 9, плюс 12, днем 17, 22 градуса. В городе температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12 градусов, днем от плюс 21 до плюс 23. Ветер юго-западный с переходом в юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров артутного столба. Никаких обнимашек. Врач дал советы для школьников. Родители отправили детей в школу почти неделю. Уже идет обучающий процесс, но многих не отпускает страх. А вдруг ребенок заболеет коронавирусом? Ведь в учебном классе риск заражения может повышаться. Однако врачи считают, что многих проблем со здоровьем можно избежать. Да, врачи успокаивают. Не стоит бояться ежегодных простудных инфекций. Ребенок должен болеть и получать иммунитет. Ежегодно с момента рождения, особенно в осенне-зимний сезон, организм ребенка подвергается вирусным атакам. Всегда были ОРВИ, вызванные в том числе коронавирусами, аденовирусами, ротовирусами, всегда был вирус гриппа, и они никуда, собственно говоря, и не ушли, заявил врач-педиатр Евгений Тимаков. Для профилактики и укрепления здоровья доктор советует обеспечить ребенку правильный режим и активный здоровый образ жизни. Врач считает, необходимым снизить на первое время количество дополнительных занятий. У школьника обязательно должно быть большое количество прогулок на свежем воздухе и времени для сна. Закаливание поможет укрепить организм. Рубрика «Это интересно» далее в эфире. Небо было в дыму от горячих зданий. Стоял гул голосов, в котором выделялось одно слово – победа. Пробился я через солдатскую массу к самому Рейхстагу. Подобрал осколок камня и нанцарапал на стене. Михеевы в Берлине. Одна семья – одна война. Девять сыновей ветерана Первой мировой войны Дмитрия Федоровича Михеева на фронтах Второй мировой. Старшие бились под Сталинградом. Младшие охраняли восточные рубежи Родины. Для Родины последнее и самое ценное. Поколение, не считавшее выгоду, не рассуждающее над приказами. Увидев в газете заметку о гибели прославленного пограничника Семена Лагоды, отец написал письмо лично маршалу Блюхеру с просьбой о досрочном призыве на службу сына Федора. Там уже старшие сыновья служили. Вот он пишет, что предлагаю, чтобы создать из моих братьев танковые. Экипаж был создан из четырех братьев. Павел старший, Федор, Владимир, Иван. И одновременно там же служил еще Виктор. Судьба братьев сложилась по-разному. В 41-м погибли Александр и Иван. Владимир штурмовал Рейхстаг. Павел в 44-м потерял руку и вернулся в родное Воецкое, где прожил до 1989 года. Каждый из девятерых имеет высокие воинские награды и в честь подвига танкистов в Приморском крае установлен памятник. Павел Дмитриевич Михеев был заместителем командира батальона своего брата Виктора. В одном из боев экипаж его танка уничтожил противотанковые батареи, вражеские танки, 30 солдат и офицеров. Два брата погибли в Великую Отечественную войну и остальные, где воевали, там и остались жить, то есть проживать в других регионах. В село Воецкое вернулся один, Михеев Павел Дмитриевич. И в 1989 году он был захоронен в селе Воецкое. Было установлено, что на могиле памятника ограда не в очень хорошем состоянии. По инициативе следователей установлен новый памятник на могиле героя и его супруги. Также на доме, где проживала семья, отныне находится памятная табличка. Героическое поколение, семья, посвятившая жизни родной стране. Еще в танковом училище, когда встал вопрос, где вы хотите служить, братья Михеевы ответили, на западной границе, ведь там сейчас неспокойно. Они встретили войну в первые дни, выпроводили ее из своего отечества и стерли с лица земли. Память о них не сотрется, помнят земляки, дети и внуки сослуживцев, не забудут и новые поколения. Названы самые непривлекательные станции метро в России. Вот такие вот исследования проводят статисты. Самой неудобной и некрасивой станции метро большинство россиян считают Выхина в Москве. Худшей ее назвали 50% граждан. На втором месте в рейтинге самых некрасивых станций Козья Словода в Казани. Ее назвали 17% респондентов. Третью строчку заняла станция Двигатель революции в Нижнем Новгороде. 12% ответов. Ну а в десятку худших по результатам опроса также попали Девяткина в Санкт-Петербурге, Победа в Самаре, Маршала Покрышкина в Новосибирске и Уральская в Екатеринбурге. Все это потому, что Валерия Лобода не была у них в гостях, точнее, не приложила руку к интерьеру на этих станциях. Уверена, она смогла бы создать там уют и гармонию. Рубрика «Стиль» продолжит эфир. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжаем с вами говорить о том, что лишает вашу квартиру уюта и создает визуальный беспорядок, даже если это на самом деле не так. Я не просто так нахожусь в импровизированной прихожей, потому что с нее-то как раз и начинается впечатление о вашем доме. И первое, о чем я хотела бы с вами поговорить, это вешалка в прихожей. Если у вас, конечно же, не одно пальто, то обычно вешалка в прихожей очень быстро захламляется. Чтобы избежать этой проблемы, просто выберите себе вешалку для верхней одежды меньшего размера, например, как вот эта. Для сумок стоит выделить отдельную вешалку или отдельный крючок на такой вешалке, и тогда ваша прихожая будет выглядеть более гармонично. Не захламляйте вешалку в прихожей и вешайте на нее более легкую одежду. Конечно, есть еще один секрет, как сделать вашу прихожую более просторной. Даже аккуратно расставленная обувь в прихожей со временем превращается в большую наваленную кучу хлама. Даже если вы ежедневно следите за порядком в прихожей, все равно однажды происходит такой неприятный конфуз. Чтобы избежать беспорядка в обуви, я бы рекомендовала вам поставить в свою прихожую специальную обувницу. Они бывают и маленького размера, и среднего, и даже очень большие и вместительные. Такой предмет мебели избавит вас от луж и грязи в дождливый и сезонный период, например, весной, осенью или зимой. И, конечно же, ваша обувь всегда будет находиться в чистоте и порядке, а также в очень хорошем состоянии. Эту же обувницу можно использовать в качестве, ну, скажем так, тумбочки, которая расположена при двери. Для того, чтобы при входе поставить на нее сумку, положить на нее ключи или просто поставить на нее монетницу для того, чтобы перед выходом обязательно взять счастливую монетку, чтобы день точно был удачный. С легкостью вы выберете ту самую обувницу, которая подходит именно к вашему интерьеру с помощью экспертного совета продавцов-консультантов. Продолжаем утро с репортером, и я периодически возвращаюсь к теме детства, к воспоминаниям. Вот, Андрей, скажи мне, раскопками ты в детстве увлекался? Ну, песочница. Ну, конечно. Вот первое, что приходит в голову, песочница, как его там, совочек, и, конечно, копал. Совочек, песочница, это уж совсем маленький возраст. А когда вот камни искали, искали его красивые? Это пляж, да, это вот у нас был сад, спускались к берегу реки Волга, и вот там камушки разных, наименования разных узоров, и потом их метали. Но дальше игр это не пошло. Дальше игр не пошло. А вот есть люди, которые... Пошло, да. У которых не просто пошло, которые стали, выбрали это делом своей жизни, раскопки, поиски, и сегодняшний наш гость может очень много интересного об этом рассказать. Да, друзья, у нас сегодня в гостях Стеньшин Илья Михайлович, кандидат биологических наук, директор Ундоровского палеонтологического музея. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Палеонтолог. Такое слово для меня вообще это что-то, я не знаю, вот таких людей... Это не какой-то там юрист, да, бухгалтер, которых много, а вот палеонтолог, вот настоящий палеонтолог перед нами сидит, и первый вопрос, а как вы стали палеонтологом? Как я стал палеонтологом? Вообще история давняя, как и у многих, наверное, это зародилось с того, что я в детстве заинтересовался динозаврами, ну, на уровне сначала каких-то фигурок, а вообще первая, знаете, затравка, наверное, была это Марк. Был такой журнал, Юный натуралист, и там была рубрика такая, посвященная Маркам животных, и вот одна из Марок мне очень понравилась, она для меня была, показывала странное животное, какое-то до этого мне неизвестное. Неведомое. Да, неведомое зверушкой, в общем-то, у меня она как-то настолько засела в памяти, что мне стало интересно, что это такое, и в общем-то, в последующем, значит, как и все, наверное, сейчас школьники, я начал интересоваться динозаврами, мамонтами, значит, какие-то были раскраски в детстве, фигурки, вот эти игрушки пошли уже в то время, да, и все это собиралось, в школе, значит, это первый предмет, самый любимый, это была биология, естественно, конечно же, вот, самый любимый учитель это была Валентина Ивановна Попова, да, которая, так сказать, весь этот интерес мой поддерживала и стимулировала, ну и как-то вот, вы знаете, в последующем перешло уже в какую-то даже, наверное, практику, потому что я начал посещать местные речные обрывы, небольшие карьерчики, вырос я за городом, то есть не в городе, пока один без компании, да, компании у меня такой не было, потом начали подключаться ко мне, так сказать, мои друзья, и тоже интересоваться, подпитываться этим интересом, вот, ну и собиралась какая-то небольшая такая коллекция, до местных окаменелости элементарных на уровне, наверное, многим знакомых чертовых пальцев, наверное, все знают это, вот, двустворчатые моллюски, разные раковинки такие, да, там кусочки кораллов, морских лилий ежей, это вот все мы отбирали, потом мы нашли там зуб акулы, это для нас было вообще просто радостью, а я у меня, в общем, собиралась в коробочке все это, дома, вот, значит, под столом формировался огромный мешок с чертовыми пальцами, поддерживали домашние, они поддерживали, но периодически говорили, что все-таки нужно проводить уборку, и может быть, от лишних окаменелостей избавиться уже, да, но так или иначе, вот, это увеличение переросло к выбору профессии, вот, поскольку кафедры геологии в наших университетах нет, близкая тема, значит, ко мне это была география с биологией, поэтому выбор попал на естественный географический факультет Ульяновского государственного педоуниверситета, значит, поступил я на отделение географии и биологии, вот, там уже, значит, на уровне курсовой я начал, значит, защищать курсовую по морским рептилиям, вот, дело в том, что сухопутных динозавров я так и понял со временем, что у нас тут не было практически, вот, значит, защищать курсовую, значит, дипломная работа была уже посвящена моллюскам древним, вот, у нас Ульяновская область славна тем, что здесь в хорошей сохранности встречаются развернутые раковины, вот, то есть есть группа аммонитов, это такие головоногие моллюски, часть из которых имела развернутые раковины, вот, это очень интересная, перспективная показалась мне тема, она мало изученная, у нас в Ульяновской области колоссальная, количество этого материала, и вот дипломная работа была посвящена именно этому вопросу, вот, я закончил университет, и так получилось, что дорожка привела в Ульяновский областной краеведческий музей, вот, я устроился там научным сотрудником, вот, и 10 лет вот, практически работал там, вот, как раз специализировался на этой теме, вот, конечно же, экскурсии различные, прививание интересу уже сам молодому поколению, вот, а потом поступил в аспирантуру, в наш гоносуниверситет, общая экология, кафедра, вот, специализация уже намечалась, сначала это была палеоэкология, потом она трансформировалась уже в палеонтологию, и, соответственно, стратеграфию, значит, специальность, и поскольку диссертационного совета у нас здесь не было, значит, я защищался в Москве, в палеонтологическом институте российской академии наук, он вывел меня в центральное учреждение, научное учреждение страны, специализированное, где я, собственно, защитил кандидатскую диссертацию. Раскопками вы продолжаете заниматься, давайте, самое интересное, А вот вы сейчас директор, но продолжаете практику. Но продолжая, потому что, да, палеонтологов мало, в основном, после того, как разведаны все местонахождения газа, нефти, руд различных, палеонтология практическую значимость, ну, практически, будем так, потеряла, поэтому палеонтологи стали тоже вымирать. Их не так много на самом деле. Больше она, наука сейчас имеет, конечно, и коммерческую составляющую, то есть связанность продажей там окаменелости, есть очень много коллекционеров из-за рубежом, вот, есть популяризаторы науки, которые пишут книги, интересуются этой темой, вот, но в основном палеонтолог, это либо в стране у нас, это либо преподаватель вуза, это либо, значит, сотрудник Российской Академии Наук, вот, или каких-то институтов научных, или это музейный работник. Ну, вот я как музейный работник, да, и я вот не мог оставить эту тему, потому что палеонтология, она такая специфическая наука, и поэтому не принимать участие самому, как директору в раскопках, и, соответственно, не показывать, как, собственно, это проходит, и не практиковать сотрудников я не могу, пока я не подрастил еще там поколение, да, вот, поэтому, собственно, мы очень часто выезжаем вместе с ними, в основном это берег Волги, вот, это Ульяновский район, знакомые многим Ундоры, деревня Городище, наш знаменитый Городищенский разрез, который должен быть главным объектом геопарка Ундория, заявка, значит, на вхождение в состав ЮНЕСКО, которого в этом году должна быть подана. Вот, недавно вы куда отправляетесь, давайте расскажем. Недавно мы, значит, принимали участие в раскопках в Саратовской области, вот, и, значит, совместно с Саратовским университетом, да, мы раскопали достаточное количество материалов, которые, основная часть которых как раз была передана в фонды уже к нашего Ундоровского музея и пополнила коллекцию. Это ископаемые морские рептилии, вот, мозазавры, так называемые, группа, наверное, она очень популярная, интересная, это такие огромные вараны морские, вот, древние ископаемые, да, вот, у которых за место конечностей были ласты, вот, длинный плоский хвост, которые водились здесь, в Древнем море, порядка 80 миллионов лет назад, вот, и, собственно, и другие группы, это черепахи морские, вот, это вообще похоже на Лохнесское чудовище. Вот черепаха, да, это же одна из таких раскопок и находок очень, таких невероятных наиболее значимая находка как раз это черепахи, да, найден был фрагмент черепа, плечевая кость и фрагменты пластины, это черепахи, дело в том, что это уже определенная коллегами, специализирующимися по этой группе черепаха протостега гигас, это вторая по величине морская черепаха за всю историю планеты, и какие у нее габариты, габариты, ну если говорить о размахе ластов, то это до трех метров у них были, колоссальный размах, очень большая огромная, то есть вот такие когда-то черепахи плавали и в море, которое существовало на территории, в том числе Ульяновской области, вообще поужье, вот, ну ездили в Саратов, потому что Саратовская область тогда, в то время, относилась к прибрежным регионам, и вот скапливались остатки этих животных именно там. А вот это... А как копать? Я вот даже не представляю. Это как... Вот вы представляете, что вот я посвятил вообще этому начало отпуска. Да, вот как. Да. Я решил, значит, взять огромную лопату и съездить в отпуске, вот, отключиться от административной работы. Вот так же, вот, директорской. Вот, директорской. И немножко, значит, вспомнить, как, собственно, мы обычно это делаем, раскапываем, вот. То есть вскрывался огромная толща, порядка 50 квадратных метров, толщина около полутора метров слоя песка сначала. Вот. И мы подбирались к горизонту, который имеет 20, где-то 15-20 сантиметров. Это такая галечка, очень твердо сцементированная. И вот в ней масса костей. Да, это вот береговая зона. Это зона, где раньше происходили штормы, было мелководье, и вот именно вот в этой линзе скапывались основные остатки трансмета. Это спецтехника же, наверное, какая лопата. Это огромная лопата. Это огромная лопата и куча народа. Да, это студенты, волонтеры, значит, коллеги. И, собственно, мы вот эту площадь вскрыли. А где сейчас? Под почвой, она очень близко. В Ундоровском музее. Вот. И я думаю, что поскольку нам должны построить новое здание, вот, и мы из нашего маленького здания планируем переехать в это здание, вот как раз о расширении экспозиции идет речь. То есть эта черепаха будет как раз отражать вот ту эпоху, да, потому что там уже будет более расширенная экспозиция, посвященная разным ископаемым животным, разных эпохов, обитавших не только на территории Ульянского. Как их вообще различить? Вот для человека неориентирующегося. Ну, есть определенные методы, есть общепринятые как бы понятия, да, есть определители, есть люди, которые давно работают в этой теме и находятся в, участвуют в раскопках и сразу же в раскопе могут понять, что это за кость, часть костей неопределимых тут же. Ну, современные технологии позволяют отправить, значит, оттуда из раскопа сразу в сеть и узнать, значит, у специалистов, то ли мы раскопали и интересно ли это, да. И таким образом, да, несколько костей летающих ящеров было найдено, птерозавров, были найдены мозозавры, длинношей похожие на лохнесское чудовище плезиозавры, вот, акулы. Ведь это просто какие-то кости, то есть, вот, если перед вами положить несколько костей, вы вот так можете... А, они разные, вот позвонок, да, позвонок плезиозавры и мозозавры совершенно разные, то есть, да, один плоский, с двух сторон вогнутый, с другой удлиненный, у него одна сторона выпуклая, другая вогнутая, то есть, это все. Ну, чтобы это знать, нужно быть кандидатом биологически? Ну, не обязательно. Если ты кандидат, то ты уже, как бы, обычно посвящаешь свою жизнь именно более углубленной науке. На уровне популярной науки можно быть любителем и, собственно, заниматься теми же раскопками и формировать... В раскопках. Практика. Да, ну, конечно, это понятно, это в любом деле. А вот в раскопках любители тоже, да, принимают участие? Конечно, конечно, да. То есть, люди, интересующиеся этой темой, заряжающиеся, особенно, если это речь идет о студентах, кто знает, может быть, значит, его заинтересуют, вот как раз на уровне раскопок сначала эта тема, а потом, кто знает, может, он пойдет в аспирант. А вы откапывали что-то не по вашей части? Ну, не по нашей части, вы знаете, наверное, многие путают археологию с палеонтологией, вот, и вот однажды, ну, как бы в раскопках, значит, встречались археологические артефакты, вот такие вот вещи. И мы сразу же говорим, значит, поскольку я на тот момент работал уже в Кривическом музее, сразу же отзваниваюсь, коллеги, у меня по вашей части, они так, где-то, и вы знаете, вот одно из открытий, между прочим, вот археологического наследия, вот, совершенно мной, я так считаю, да, потому что, будучи студентом, значит, мы с друзьями, ну, кроме поездок на раскопок, ездили в туристические поездки, одна из таких поездок состоял в Сенгелеевский район, нынешний нацпарк, вот, и во время отдыха, значит, мы посещали одну из точек, это Гранное ухо, так называемое, и я вот по склону, собственно, когда поднимался на точку, где у нас был лагерь, палатки разбитые, я поднимаю, мне показалось сначала окаменелось, оказалось, это керамика, вот, и которую там раньше не находили, а потом, когда я уже это передал коллегам, и оказалось, что, собственно, это поселение, причем интересная культура, очень достаточно древняя, и, собственно, вот там было открыто, много чего интересного, да, за это время, вот, там продолжаются раскопки, если не ошибаюсь, сейчас ставится это на учет, как культурное наследие, ну, вот, то есть, вот такие вот. Обычный человек шел бы и мимо прошел, да, не обратил бы внимания. Обычный человек. А вот, а у нас в гостях был необычный сегодня человек. Ну, и мне кажется еще, Катя, если, есть такие люди, которые во время отпуска, такие профессионалы, которые копают, которым не все равно, которым все равно на отдых, и они всегда при своем любимом деле, и палеонтологии, и другие виды наук также будут живы и здоровы. Друзья, сегодня у нас в гостях был Стеншин Илья Михайлович, кандидат биологических наук, директор Ундоровского палеонтологического музея. Это «Утро с репортером», и мы продолжаем. Ну что, Андрей, время заканчивать наш рабочий день, мне кажется, да? Два часа, к сожалению, пролетели. Вот здесь важное уточнение. Конечно, пролетели. Нам не хочется расставаться, но время есть время. Расскажем о праздниках. У нас есть праздники, да. Мы еще повеселимся. Друзья, у нас сегодня 7 сентября. Это известно. Праздник барабанщиков. Отлично, очень веселый праздник. Да-да-да. День рассказывания историй о летних путешествиях. Ну почти мы с тобой затронули тему. Всемирный день уничтожения военной игрушки. Я поддерживаю. Неожиданно, да. День труда в США и в Канаде. День вымирающих видов животных в Австралии. День военно-воздушных сил в Пакистане. Ну и, наконец, в Исфатине «Танец тростника». Ну, Кать, пусть... А не спрашивает ли нам «Танец тростника»? Тростника. Ну я не знаю, как тростники. У нас есть своя растительность, своя живность. Партнер программы «Салон цвета и штучки» как всегда удивляет и украшает наш эфир утренний. По-моему, так. Конечно. Друзья, если вам есть что рассказать и поделиться какой-то интересной историей, звоните нам по телефону 30 50 73. Ну если не звоните, то пишите или читайте наш сайт тройная www.reporter73.tv всегда к вашим услугам. Ну нам пора прощаться. В студии для вас работали сегодня мы. Угу. Екатерина Мазыряк. И Андрей Сафродов. До завтра. Пока. Репортаж Быть на месте Видеть и знать Выяснить и найти Подтвердить или опровергнуть Репортёр 73 всегда на месте событий находит правых и виноватых. Каждый вторник на Репортёр 73 и на ОТР Сетевой фильтр Развлекательно-аналитическая программа о жизни и быти коренных ульяновцев их привычках, нуждах и чаяниях Лучший способ застрить проблему посмеяться над ней по понедельникам на телеканалах Репортёр 73 и ОТР Разберёмся Обсуждение самых острых проблем и нашумевших событий с именитыми экспертами и лидерами мнений Честный разговор Компетентные мнения и полярные точки зрения Каждый четверг на Репортёр 73 и ОТР Удивительные знакомства в проекте Работа Еженедельно мы находим героев с уникальными историями в профессии и судьбе Каждую пятницу на Репортёр 73 и на ОТР Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин